Здравствуйте, уважаемые телезрители! Дума Артемовского городского округа приняла постановление, из которого следует, что 10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Артемовского городского округа. Это единственное на сегодняшний день волеизъявление народа, когда мы напрямую избираем власть, местную власть. Поэтому нас это касается. Как не ошибиться и правильно сделать свой выбор, а главное, как добиться того, чтобы депутаты принимали решения, которые идут на пользу тех, кто их избирает. Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с гостями нашей студии. Константин Анатольевич Шпак, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Здравствуйте. Борис Давыдович Шлемов, член общественной палаты города Артема. Виктор Иванович Наврось, депутат Думы Артемовского городского округа, фракция КПРФ. И Анатолий Викторович Бабель, председатель Думы Артемовского городского округа, фракция «Единая Россия». Добрый день. Многие кандидаты и кандидаты в депутаты очень многое обещают, но, как правило, после выборов о своих обещаниях забывают. Вот давайте с вами порассуждаем, что должен депутат, а чего он не должен, что может он сделать, а что он сделать не может. То есть каково распределение полномочий и желаний самого депутата? Если у человека есть свой ресурс какой-то некий экономический, и он может это сделать, и если это действительно просьба какая-то сопоставимая с его возможностью, то, конечно, человек может и выполнить. Очень часто это чисто популистское такое обещание привлечь, можно сравнить это с красованием, как, знаете, какой-то фазан или павлин, там, вот я такой хороший, красивый, и давайте только... Пролюбите меня все. Да, я буду все делать, но на самом деле это нереально все сделать. Депутат должен помогать и должен обращать внимание на те просьбы и пожелания, которые задают ему избиратели, и он некий проводник между жителями и властью. Но проводник прежде всего подразумевает под собой какую-то обратную связь. А всегда ли она имеется, эта связь? Мы ее выстраиваем на самом деле. Не всегда-то все просто, но тем не менее, вот именно обратная связь, она сейчас существует с населением, и я могу это открыто говорить, мы все-таки добились этого, что мы работаем не на корзину, допустим, даже Дума сама, Дума и аппарат Думы, что все письма, которые приходят, во-первых, они в срок исполняются, во-вторых, обязательно выезжаем на место, обязательно разговариваем с людьми, находим проблему, приглашаем специалистов в администрацию, либо других органов. И пытаемся помочь людям. А что думают рядовые избиратели? Ведь люди, присутствующие сегодня в нашей студии, не депутаты, обычные избиратели. Существует ли обратная связь? Ну, я думаю, что обратная связь, она обязана существовать. Депутат – человек, который избран народом. И интересы населения, в данном случае, города Артема, должны быть превыше корпоративных взаимоотношений. Поэтому много есть таких вещей, на которые бы депутатам не стоило обращать внимание, если бы наши частью исполнительные органы исполняли свою деятельность так, как это необходимо. То есть депутат будет предоставлено своему основному, на мой взгляд, роду деятельности. Это законотворчеством. И чем они будут глубже и интереснее рассматривать это дело, тем это в любом случае лучше скажется на городе и его населении. Вот вкратце, что я хотел по этому поводу сказать. По Конституции у нас власть принадлежит народу. И депутаты любого уровня – это те представители, которых народ выбирает для осуществления своих интересов в постоянном таком режиме. Поэтому, конечно, если говорить об обратной связи, безусловно, она есть, поскольку это непосредственное проявление вот той самой власти народа, когда депутат и избиратели имеют постоянную связь. Звено депутатов, городское звено, сельского поселения, допустим, муниципального района – это люди, которые, как говорится, работают на земле. Они осуществляют непосредственную связь населения и власти, как Толий Викторович сказал, я с ним совершенно согласен в этом вопросе. И нам сегодня для нормализации нашей жизни, для развития страны необходимо вот эти связи укреплять. Между народом и властью. И вот именно депутаты, они являются определенной такой прослойкой, связью между народом и властью. Депутат, который отвечает всем критериям избирателей. Он не популист. Он предлагает и делает дела, которые необходимы населению. Ну, в частности, на его, допустим, избирательном участке. Но он один. И он не принимает решения. А решения принимает большинство. А большинство принимает, может быть, не те решения, которые нужны населению. И где тут связь? Вроде есть связь с депутатом, а решений нет. У депутатов, к счастью, есть прекрасный инструмент. Прекрасный инструмент, на мой взгляд, это депутатский запрос. На который, простите меня, любой исполнительный орган должен, обязан обоснованно, конкретно, ссылаясь на объективные и необъективные причины, обосновать. Потому что депутат с этим ответом идет к своему электорату. Обращается к тем, кто его сделал депутатом. Вы сказали о том, что депутаты принимают какие-то, значит, не те решения, которые нужны народу. Нет такого. Ничего подобного. Депутаты действуют именно в рамках тех экономических, политических, так сказать, условий, которые есть, скажем, в нашем городе. Поэтому, прежде всего, тот самый бюджет нашего города, который тоже имеет ограниченный, так сказать, размер, он прежде всего направлен на то, чтобы решить самые-самые необходимые и насущные вопросы нашего города. Прежде всего. Социальная направленность. Так точно. А если, скажем, что-то не удалось решить, просто, ну, возможно, не было возможности. Хорошо. Александр Иванович, если этот человек не сумасшедший, да, и если он дельное предложение вносит, то почему не будет рассматривать, даже не важно, какой инфракция, ЛДПР или КПРФ или Единая Россия. Это не важно. Нет, мы сейчас не говорим о политических... Он, о депутате, мы же говорим. Мы каждому прислушаемся. Все это выносится на комиссии, на Думу. Не может быть просто так. Если человек не может быть не услышан. Для этого принимаются программы. Программы не на один год. И все в рамках бюджета, это все рассматривается в возможностях. И с софинансированием, с краевым центром. И все это принимается во внимание и делается. Сразу вот так сейчас сделать, это невозможно. То есть закон нам запрещает сразу дать денег и сделать. Нужно объявлять соответствующие процедуры. Вот по этому вопросу я хотел бы добавить такой момент. Недаром стремятся в депутатский корпус вступить люди состоявшиеся, грамотные, наиболее компетентные. И если человек он такой, какой он есть, у него хватит разума, ума, каким образом включить те или иные вопросы своих избирателей в ту или иную программу. Или муниципальную, или городскую, там не важно. И он будет добиваться этого решения за счет своей компетенции, за счет своих ресурсов, возможно, авторитета и так далее. Вот для чего мы подбираем таких людей, грамотных, не абы какого, с улицы человека. Знаете, у меня есть пример такой яркий. У меня Фрунзе-73 сейчас на округе. Там уже много лет затекает вода во двор. Вот прямо с дороги затекает. И проблема на самом деле существует. Вода заходит в подъезды и грязь наносит и так далее. Но и крыша у них еще течет. И вот решить, я знаю этих жителей, много лет уже знаю, потому что я много лет на одном округе депутат. Но невозможно ей решить. Ну то есть на крышу поставили проблему, на решение этой проблемы на 18-й год. И на благоустройство двора опять же на 18-й год. Ну что, людям приходится терпеть. Но они с надеждой, что это будет сделано. Некоторые депутаты и многие очень кандидаты в депутатах видят своей задачей найти недостатки в работе администрации. И рассказать об этом в социальных сетях. При этом сами ничего для исправления ситуации не делают. Некоторая часть электората их поддерживает и считает, что именно так должен работать депутат. Ничего нет проще проверять. Проверять, указать, ткнуть. И пошел дальше, и следующий. А дальше что? А что ты сам сделал? Вот показал, привлек опять же тоже население к какой-то работе, к какому-то общее делу. У нас очень удачно получилось на районе птицфабрики Уссурийской. Учащий себе обратился. Помогите нам спортивную коробку хоккейную восстановить. Организовали и молодежный парламент, и спортивный клуб. И детей делали даже такой небольшой праздник. Посадили елки вокруг этой площадки. Восстановили ее, покрасили с музыкой, с фотографированием. Очень ярко получилось. И сегодня у детей эта площадка есть. Мы ведь говорим о том, что вот за такими людьми стоит часть электората. И они, я повторю вопрос, они считают, что именно так должен работать депутат. Люди уже в какой-то степени, вот знаете, как-то нагружены сегодняшней социально-экономической обстановкой. Разуверились в тех делах, которые, извини, декларируются свыше и доходят до мест. Декларируются. И тут появляется какой-нибудь молодой. Неважно это кто. Просто вот он протестует против всего, что происходит. И я его поддерживаю. Это население. А оно, допустим, может быть, не видит рядом с собой того человека, кому он может доверить свой голос. Почему так происходит? Вот в чем вопрос. Наш избиратель достаточно образован сейчас и достаточно разбирается в ситуации. И вот те самые, значит, крикуны, вот эти вот ахлократы, как можно еще как угодно называть, которые только и способны, чтобы заводить людей, значит, непонятными эмоциями. Они просто, вот эти люди, они громче всех кричат. А те нормальные люди, которые работают, которые делают свои обязанности, они особенно-то и не выставляются. Ответить на вопрос, почему они идут за ними, ну, очень сложно. Просто вот почему. Потому что он так решил. Потому что он выразитель их мнения. Какого мнения? А мнение какое? Оно просто протестное. Просто укор какой-то, ничего другого. Почитайте социальные сети. А предложения какие они? Я вот был на двух лет. А как исправить то, что они говорят, что нужно изменить? У них, вот здесь где-то в мозгах, где-то в сердце, где-то в желании помочь городу своему, нет ни одного конкретного предложения. У них ничего за собой нет. Я отобращаю внимание телезрителей, если меня слышат. Вот не слушайте таких вот разгильдяев. Не слушайте. Там неправда, там нежелание даже помочь. Там есть только одно давлеющее для них директивное желание. Это выбраться к власти. Пример ДВФУ. Долгая проблема была. Долго не решалась. Но и тем не менее. И так же людей вывели на митинг. А что решил митинг? Ничего. То есть администрация собрала хорошее представительное совещание с участием и вице-губернатора Курежущего, и ДВФУ, и все наши руководители учебных заведений, которые сказали, что и детей можем взять из этого заведения к себе, и можем открыть у себя эти отделения. Но самое важное, что добили, что детям дали доучиться. Все. Получить диплом ДВФУ. Без криков, без всяких провокаций и митингов. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, постоянно участвуя в прямых линиях, отвечает на один и тот же вопрос про оппозицию. Он считает, что оппозиция должна быть непременно. Иначе власть в нашей стране будет неполноценной. Кто-то же должен эту власть поставить. Он считает, что те крикунные и есть оппозиции? Оппозиция, а не крикунные. Оппозиция. Оппозиция, а не крикунные. А крикунные и оппозиции – это разные вещи. У нас есть оппозиционные партии, это же ЛДПР, КПР. Есть проблемы, конечно, и в выборах, безусловно, о них говорится. Это и чтобы выборы были нормальные, честные, без, так сказать, каких-то изменений, результатов и так далее. Вот это да, эту проблему, конечно, мы до сих пор еще в стране не добились на всех уровнях. Может быть, и это тоже как одна из причин вот этих вот таких, ну, криков или таких вот, которые уже доходят до истерики, высказываний и так далее. Ну, вот если здесь будет наведен, так сказать, нормальный порядок, я думаю, что все меньше и меньше будет причин для того, чтобы вот таким образом, значит, нападки какие-то свои. Вы знаете, так относиться к оппозиции, а я считаю, что они не крикунные, а не действительно оппозиция, относиться так к оппозиции – это очень тревато. И многие политики на этом обжигаются. Майдан – тоже оппозиция, по-вашему, да? Мы не говорим об Украине, мы говорим о России. Я говорю Майдан как о явлении. Я согласен, что оппозиция и крикунные – это одно и то же. Не согласен. Я не согласен. С президентом согласен. Оппозиция должна, она толкает власть или тех или иных людей на то или иное действие, которое они, может быть, не видят, может быть, не знают о них. Но они потом, по подсказке оппозиции, они работают в этом направлении. Я согласен, оппозиция должна. Но оппозиция и крикунные – это разные вещи. Полностью с вами, Александр Иванович, согласен. Крикунные и оппозиционеры, ребята, это одно и то же в том плане, что крикунные тоже считают, что они относятся к оппозиции. Конечно, безусловно. Более того, я могу сказать. И глупо это отрицать. Глупо и чревато. Давайте все-таки вернемся к нашим делам. 15 июня на заседании Думы Артемовского городского округа принято решение о проведении публичных слушаний по проекту решения об отчете, об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2016 год. 26 июня 2017 года. Это одна из форм работы депутатов с избирателем. Как прошли слушания? Какие вопросы поднимались? Наши избиратели, к сожалению, не очень активно посещают публичное слушание. Непонятно почему, хотя там очень хорошая площадка для того, чтобы высказать все, что, так сказать, накипело по тому или иному вопросу и получить ответ или получить потом решение, соответственно, этому вопросу. Ну, я бы не сказал, чтобы активно. Хотя бюджетные вопросы довольно активно посещаются избирателям, потому что вызывают интерес. И в этот раз тоже прошли слушания в нормальном режиме. Да, вопросы важные и интересные для избирателя, для жителя обсуждается. Но у нас люди не привыкли вот к такой форме общения. Именно не привыкли к такой форме общения. Хотя объявления в газете везде идут. Может быть, недостаточно рекламы, как сейчас говорят, для проведения таких слушаний. Может быть, другую форму. А теперь давайте на секундочку вернемся к оппозиции. Почему на митинги оппозиции люди приходят, а на публичные слушания не приходят? А потому что, Александр Иванович, нужно вникать в вопросы. Нужно знать суть, а что же там обсуждается. Читать многое, обсуждать. Надо быть элементарно грамотным человеком. Вот поэтому и не идут, потому что не знают, что же сказать по сути. Александр Иванович, вот вы задаете вопрос, да, острый, как бы. Вот на митинг идут. Люди идут именно с той проблемой, которая их не решена. Но на митинге ни один вопрос никогда не был решен. И не было даже предложено выход найти решение какое-то сказать. Ребята, давайте пойдем вот туда. Они пишут, будем писать президенту. Дальше что? А на месте нельзя решить? Здесь достаточно власти, чтобы решить эти вопросы. Почему ни один из этих писателей, которые постоянно пишут, возьмем те, которые негатив пишут, почему они не приходят к нам на публичное слушание? Вы у меня спрашиваете? Нет, я задаю вопрос. Нас же слушают наши избиратели, артемовцы. Где они? Легче... Виктор Вавлович, вот вам трибуна, вот перед вами телевизор. Спросите, люди, почему вы не приходите? Я спрашиваю, есть ли интересные дела в городе, то нужно приходить и обсуждать эти дела. Площадки все эти имеются, они давным-давно известны. Поэтому нужно набраться сил, оторвать себя от телевизора и прийти на публичное слушание. В этом как раз и вся проблема, что в городе делается очень много добрых, полезных и нужных дел. Но, к сожалению, не все их замечают. Их замечают только те, кого они касаются. Нас всех это касается. А то, что происходит от так называемой, как вы говорите, оппозиции, ни в какие решения не вбылевается. Как вы говорите? Да Крикуны же не обещают ничего. Они только обещают свергнуть власть, а не более того. У них нет ни одного конструктивного предложения. Я был на этих митингах. Безусловно, хорошие, важные и нужные дела в нашем городе делаются и будут делаться, кто бы не пришел к власти, кто бы не стал депутатом. Но, чтобы эти дела продвигались быстрее, вам, уважаемые артемовцы, уважаемые избиратели, необходимо определиться уже очень скоро. 10 сентября состоятся выборы депутатов Думы Артемовского городского округа. Приходите и делайте ваш выбор. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. До свидания.